Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Амаркетс». И с нами сегодня наш коллега, представляющий актерами Павел Каспаров. Павел, приветствуем вас! Добрый день! Пожалуйста, если можно, вопросы. Я постараюсь подменить Наталью. Хорошо. Классический вопрос. Евро-доллар, что интересного сегодня? Фон жесточайший от колонок, да вроде нет, у меня баланс соблюден. Так, меня слышно, Игорь? Вас слышно хорошо. От меня мой голос бьет в динамике. А, иногда так? Хорошо, понятно. Давайте сегодня продолжим, а потом будем думать, как делать в другой раз. Что евро-доллар, что интересного? Да ничего, стоит, никуда не девается. Абсолютно, как говорится, ничего не происходит. И я потихонечку, то вниз, то вверх, так туда-сюда, в рамках ничего. Я полагаю, что все-таки я подожду еще вниз. Вот. И, если что касается, я вкратце продолжу уже. То есть, большего добавить по евро пока нет. Что касается фунта, ну, тоже как бы ни рыба, ни мясо, но и торопиться некуда. Вот. У нас Канада уехала вниз, об этом уже, по-моему, кто-то говорил. Вот. Я не был все время у компа. Значит, у меня Канада вверх. Я люблю универ, потому что, ну, пойдет золото вниз, пойдет нефть, чуть-чуть корректироваться, и он не вернется обратно. Пока никаких вопросов у меня там не возникает. Что касается Австралии, ну, мне бы хотелось еще повыше, и только тогда можно было бы говорить о коррекции. Мне бы хотелось повыше, и тогда уже можно говорить о коррекции. Что касается иена, иена у меня положительная, но я не знаю, дойдет до тейка, не дойдет, на меня это тоже малого волна. Ну, ну, не дойдет, не дойдет, пойдет обратно, снова потом развернется и так далее. Канада-иена, хотел бы чуть-чуть повыше, можно будет тогда говорить о коррекции. Но пока, ну, ни туда, ни сюда. Канада-франк, ну, я как жалел позавчера, что не взял его, так по-прежнему и жалей, потому что, если бы, ну, как оказался в этот момент у компа, до ордера чуть-чуть не зашло, а не было у меня у компа, был на нужном, как говорится, занятии, на процедуре. Вот, и в этот момент, как говорится, не успел. Надо было брать все равно, потому что вот это тоже занудство, взять именно тогда, где хочешь. Ну, тоже так не всегда бывает, если бы взял даже где попало, как говорится, уже бы закрылся. Вот. В любом случае закрылся, уже. Евро-Канада. Ну, вот тоже, так сказать, мысля была, сейчас уже брать вниз, брать верх, не брать. Но, вот, принти, вот, принцип, вот, поставил ордер, вот, пусть оно дойдет. Ну, дойдет, не дойдет, черт его знает, а вот 49 можно было и брать вообще-то. Там где-то с копейками. Ну, можно, может быть, и подождать надо было. Ну, подожду, потому что я полагаю, что евро пойдет вниз, поэтому, тут какой-то где-то такое будет. Вот. Ну, не будет, значит, не будет. А если будет, то будет. Австралия-иена, значит, полагаю, пойдет вверх. Или от той, или от другой составляющей. Ну, вот, пойдет еще вверх. А так у меня, там, очередное движение произошло. Слегка разгрузка. Частичное закрытие произошло. Ну, пойдет вниз, но частичное пополнение будет дальше, что ничего особенного. Значит, то есть Австралия-иена у меня вверх по-прежнему. Новая Зеландия, Ландия-Ландия. Хочу еще выше, хочу выше, хочу выше, и тогда возьму вниз. Хочу выше, и тогда возьму вниз, пока не беру. Вот. Австралия-Франк. Ну, зараза, конечно, ну, чуть-чуть не дошел до частичной разгрузки. Чуть-чуть, миллиметр. Ну, не стоит лезть руками, как говорится, но такое бывает. Не беспокоит никак. Стоит вверх, работает. Еврофунт стоит вниз. Рановато, как я уже много раз говорил, рановато был взят. Ну, рановато взят и ожидания соответствующие долги. Ничего, подожду. Я думаю, получу свое, что хочу. Немножко дольше это будет получаться, но получу. Вот. Что еще? Значит, Австралия-Канада. Значит, стоит у меня вверх. Я думаю, пойдет вверх, потому что любая минимальная коллекция Канады даст необходимый толчок. Да и Австралия, в свою очередь, не выполнила до конца. Поэтому Австралия, так сказать, Канада у меня вверх. Вот по основным парам рабочим я вам сказал. Что касается золота, да, безусловно, коррекция вниз. Что касается нефти, да, безусловно, коррекция вниз. Потому что сказки про Иран, но это, как это, авторы иранских народных сказок, я тех, как говорится, могу и не знать, но, так сказать, кто его знает. У меня из великих, сколько он вообще-то не совсем, там трудно сказать, что он был. Но у меня из великих только Амар Хаян на столе. Вот. Поэтому Трампу надо, как бы, не вступать в соперничество со вторыми людьми. Вот. Амар Хаян, слава Богу, спережил ни одну, ни одну тысячу различных правителей, позже него родившихся. Вот. Поэтому говорить о том, что в Иране там глупая руководство, или что это просто некрасиво, какие-то вещи, которые такого уровня руководители, как Трамп, не должен себе позволять. Уча контролировать на своих подчиненных, что глупости не говорили. А он сказал, как оно некрасиво, в таком ракете говорит. Вот. Что касается... Что касается... Что касается... Пробую свет дать на экран. А что касается... Остального всего. Ну, золото и нет. Не брал, но смотрю. Как говорится, больше так добавить, особенно ничего. Другие валюты меня интересуют меньше. Вот. У кого Канада вниз, значит, у вас Канада вниз. Я ничего к этому добавить не могу. Вот. Вот такая вот ситуация. Личное дело каждого. На то она и валюта, чтобы кто-то брал верх, что-то у них... Ну, и... Я говорю то, что у меня. Я говорю только те пары, которые у меня открыты, или говорю по неоткрытым парам, ну, почему я их не взял. То есть, по неоткрытым, почему не взял, по открытым говорю, что открыты, и куда открыты, верх или вниз. Большого не говорю. Если есть вопросы, пожалуйста, отвечу. Красный. Спасибо большое, Павел. Как планируете сегодня активно торговать? Что-то вас уехало посетить, посмотреть на экран после этого эфира? Вы знаете, мне сейчас немножко это самое... Ну, как бы я... Я просматриваю вообще. Ну, вот и... Так сказать, Александра Горячева, то, что я не успел, посмотрю. Вот. Вот, пожалуй, так. Я понял. Нет, я имел какой-то инструмент вас увлек, что вот после передачи вы сядете и будете его подробно анализировать. Нет, меня ничего не увлекает. У меня стоят ордера на все перетисленные пары. Их 13 штук, плюс еще одна, так сказать, запасная, 14-я, где я работаю руками. руками, чтобы нюхо не терять. Вот. Она такая не туда, не сюда. Значит, на этой паре я работаю руками. Вот. Пару специально не называю. Вот. Ну, собственно, и все. Ну, плюс золото, нефть, там тоже руками. Я понял. Поэтому лень как бы лишний раз. Понятно. Поняли. Так, сейчас, друзья, промегнул интернет. Ага, у Павла сейчас он вернется. Ага. Так, все. Промегнул у вас интернет, все нормально. Сейчас, коллеги, объявляется конкурс. Кто угадает, какую пару торгует, 14-ю пару торгует Павел Каспаров руками? Мы знаем про нее несколько, так сказать, пунктов информации. Во-первых, она не ту демо, не сю демо. Вот. Пожалуйста, ваши версии, какую валютную пару торгует Павел Каспаров вручную. А у меня вопрос, кстати говоря, почему золото и нефть вручную вы торгуете? Робот не заточен? Нет, не в этом дело. Слишком просто. Там робот неинтересно. Да и, честно говоря, так вам сказать, там нужно немножко перестраивать параметры действия робота. Принцип будет тот же действия, а параметры надо перестраивать. А мне не охота. Я понял вас. Просто простая человеческая лень. проще дождаться. И, кстати говоря, даже если был бы робот, все равно я бы дожидался абсолютно уверенных открытий. Но это бывает нечасто. Я понял вас. Ясненько. Спасибо. Павел, хочу вам показать график золота, часовой. Вопрос такой вот. Смотрите. Меня не интересуют часовые графики, Игорь, честное слово. Хорошо. Ну, раз уже вам, раз уже вы в эфире, вам деться некуда, приходится на него посмотреть. Вот. Смотрите. Пробой на часовом графике, ретест. Я жду прямо отсюда вниз. На ваш взгляд, может отсюда движение начаться? На шести часах, на шести часах суженный график, еще ничего. Это предел того, что я смотрю. Я... Шесть сужены, двенадцать, пожалуйста. Я понял. Вот дневной график перед нами. Как считаете, может пройти вниз еще? Или отработать? Может, да? Да. Короткие коррекции, короткие коррекции, пожалуйста, ради бога. Хветовая зона, пожалуйста, ради бога. Никак не мешает зарабатывать. Но я подожду. То, что было наверху, абсолютно точно было. Ну, там, невозможно было обойтись без коррекции, так сказать. А вот сейчас я чуть-чуть подожду, но, в принципе, вниз вполне может пойти. Флетовая зона может быть вполне. И возврат может быть V-образный такой логенький. Политика. Интересно. Пока они там между собой будут притирать каждый свой инсайт, мне это неинтересно. То есть, ну, я смотрю, что такой однозначности по золоту у вас в голосе нет. Нет, нет. Но однозначно было 3 дня назад. Нужно эти 2 дня назад. Однозначно было понятно, что будет иметь. Вот. Ну, а это вот, это было, это сделано, так сказать, ну, и прошло уже. забыто. А вот сейчас, я бы, так сказать, скорее, такой снижающийся может быть. Я понял. Павел, завтра начинается G20 в Осаке, Япония. Планируются встречи Трампа, Таша, с руководством Китая, России. Чего ждете? Как думаете? Вот в понедельник, да, даже завтра, уже у нас будет 10 утра, когда встречи закончатся первые. Так вот, чего, с Гаврой ждете от этих встреч? Договоритесь с Китаем, с Россией. Вы знаете, Трамп, он же больше бизнесмен, чем президент, как таковой. вернее, я не умоляю значение президентского имиджа, как говорится, президентского достоинства, не в коем мере не имея это право. Но сам по себе Трамп, как говорится, спит и видит, где купить, где продать. Вот. Потому что, но он прожил всю жизнь в этом и сделал серьезные деньги. Вы его программы видели? Он же ведет, он же ведет великолепные телепрограммы. вел, по крайней мере, до президентства. Там такие программы закачаются. Смотреть одно удовольствие. Человек в возрасте, но так резко, тетка, конкретно, ведет программу не с одним человеком, не с двумя, а с целой толпой народа, как говорится. Выбирает из них лучших там и так далее. чисто бизнес-программы. Мне они очень нравятся. Вот. Всем советую посмотреть программы Трампа. Ну, просто прелесть. Вы думаете, он договорится, да? Ну, конечно, конечно. Что бы они ни сказали, у них же как, значит, политика, значит, говорим одно, думаем другое, вернее, говорим одно, делаем другое, думаем третье, подразумеваем четвертое. Вот вся политика. И вот это четвертое, никто не знает. Потому что то, что можно предположить, что сделают наоборот после сказанного. И сделают, то тут всего два варианта. А вот уже как начиная с момента думаем и подразумеваем, там уже пошли распредения, которые мало кому известны. есть. Ну, у нас ну просто нет никакой информации, чтобы что-то предполагать. Мы там видим, вот входит там председатель Си улыбается загадочно. Вот. Трамп скажет какую-нибудь штуковину. Ну, иногда, так сказать, типа, как вот, как ковбой среднего среднего запада, примерно так, в начальные времена. Вот, руководство Ирана, глупая. разве можно так говорить? Но, тем не менее, он, так сказать, может позволяет себе такие вещи сказал что-то, ну и все, как говорится, гореча что-то подумали. Вот. Ну, я даже не знаю. Войны, войны с Ираном, ну, это, Трамп достаточно умен. Трамп достаточно умен. И недостаточно политик. Это в положительном плане. Это в положительном плане. Если бы он был совсем политик, все, все могло было бы быть. А так он достаточно, умен и недостаточно политик. И это хорошо. Поэтому, ну, ну, невыгодно. Невыгодно. Тем более, и авианосец тогда хоть уберись с Прессийского залива, потому что, ну, вообще-то, скатерина носит по столь замкнутому водному пространству, как Прессийский залив или Оманский залив, это, в общем-то, ну, со времен, ну, это стратегия лет так 75-80 назад. Сейчас, сейчас слишком много способов поражения. Даже, как говорится, ни на чем не плывя, так сказать, а просто с берега допустив нечто. И это нечто спокойно доплывет и врежется, так сказать, куда надо и когда надо. И это нечто, может быть, сетевой раскладкой и так далее, я немножко скучно делал. Сетевая раскладка, она такая, что там, это как морской бой. А морской бой несоразмерный, авианосец с его обслугой, да там у каждого авианосца где-то в обслуге, не обслуги сопровождения, плюс обслуга, по-моему, где-то 14 кораблей плюс к авианосцу. Но это беспроигрышный морской бой, поскольку, что сказать, сеть берегового торпедирования элементарна. Понятно. Ясненько, Павел, поняли вас. В общем, вы не беретесь прогнозировать, что будет завтра, никаких специальных действий к завтрашнему саммиту? Нет, 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 нет. Как карты лягут утром, мы видим и будем действовать адекватно, да? Да я, вы знаете, думаю, что они никак особенно не ляжут, потому что ну, с чего бы это вдруг, понимаете, не лежала, не лежала, и вдруг стала, побежала. Значит, мы же занимаемся, чем сейчас, вот почему так вот сейчас грустно на фороксе, сжали рынок до такой степени, вот это вот, это опасно. Рынок очень сильно сжался, вот полтора месяца можно сидеть, как говорится, как бы, без особых доходов. Вот, полтора месяца просидеть, скучноватое занятие, скучноватое, искренне скучноватое занятие. Вот примерно так. Понятно, ну, правильно, вы криптой не торгуете, вот и скучаете, переходите на криптой. Будет вам веселье. Ну, тогда, значит, я достаточно нормален. Ну, вот я достаточно нормален. вчера, вчера биткоин вырос на две с половиной тысячи долларов. Мне интересует, когда появится либро, я же сказал уже как-то раз, когда появится либро, посмотрим. Понятно, понятно. Кстати говоря, так сказать, свое, ну, свое уже, некоторое свое, свою фразу мы уже сказали, в лице, так сказать, Вадима Геннадьевича Бабенко, он автор нашего эфтекойна. Мы просто пока ничего не развиваем на эту тему, потому что мы делали, сначала собирались делать на эфире, потом посмотрели, подумали, посмеялись и прекратили заниматься ерундой. Вот появится что-то серьезное типа либро и так далее, да можно будет уже думать, в какой валюте привязаться и что сделать на этой базе. А чем вас так либро пленяет? Большим количеством потенциальных служилок? Ну, конечно, это массовка серьезная. А то, что сейчас происходит на биткоине, давайте как бы уберем объемы на валюте и будет происходить то же самое. Всего же. То есть, ну, неоригинальное совершенно явление. Поэтому, поэтому неинтересно. Устаканиться может быть когда-нибудь, но теперь уже устаканивать будет не он, а будут устаканивать серьезные вещи типа фейсбуковской, там еще кого-то, еще кого-то. Посмотрим, кто из них будет посильнее. больше всего веселит в этом плане наше действие, чисто нашей финансовой, как говорится, части. Я вам могу сказать только одно, что, на мой взгляд, появление большого криптохождения приведет к параллельному криптокризису. И что дальше? Если люди не могут воспользоваться, включая, так сказать, ну, как бы правильно пользоваться деньгами и даже нобелевских лауреатов деньги не слушаются, несмотря на их прогнозы, то с какого бы это перепугу крипта стало более чем-то лучше. как только объем криптохождения достаточно серьезным, и, так сказать, там, Либра, Мибра, там еще кто-нибудь появится, то начнется точно такой же кризис, как вот этот денежный, только с криптой. Ничего больше, причем с криптой он произойдет быстрее и жестче. В силу того, занимал, понимаете, очень можно много, конечно, говорить, можно там российский рубль падает, не падает, то, что российский рубль падает, это вообще, честно говоря, ну, даже черт с ним, не 22 миллиона квадратных километров, а когда падает валюта, расположенная на 17 миллионах квадратных километров, и которой пользуются еще как минимум остальные 5 миллионов квадратных километров, такой в любой, за исключением, там, может, Прибалтика, но это не серьезно, что Прибалтика и так далее. Вы везде, ну, я не буду называть страны, чтобы они не обижались, но везде спокойненько берут рубль, спокойненько, без хлопот, везде. И на Украине тоже, все, в том числе и те, кто им недоволен, недоволен тем, что на нем нарисовано, тоже берут, берут все. Ясненько, понял вас, в общем, я так и говоря, в Европе частенько вот так вот, ну, у меня достаточно другие в Европе, не против, да, все едут с тем-то и тем-то, но просто иногда бывает, так сказать, вот ситуация такая-такая, все провозглашено, никаких потаенных действий нет. Я понял, суметь сделать выбору бы слабым, но это просто неумение управлять экономикой. Я бы, моя бы воля, я бы центробанковским, как бы, фишкам, центробанковским, ну, как руководителям, я бы выделил счета на Форексе, и вот это была бы их зарплата. Если сумел зарабатывать, вот тебе зарплата. А если ты не умеешь работать, то Форекс, на какой черт ты там делаешь, Центробанки? Понятно. Поняли вас, Павел, ваш коварный план в отношении руководства Центробанки Федерации, а также ваш план действий. Кстати, очень объективно, Игорь, объективно, без каких-либо ужимок, прыжков и так далее. Более того, пожалуйста, давайте взятки, но только через как бы валютный рынок. Мне было бы страшно и интересно, как бы это делалось. Узаконить взятки через валютный рынок, попробуй заработать, чтобы дать. Вот это интересный момент. Павел, все. Коллеги, это мы вырежем, конечно. Да, но это идеальный фоинт, это идеальный вариант борьбы с коррупцией. Хорошо. Спасибо. Спасибо за тратки. Спасибо большое, Павел, вам за вашу точку зрения по рынку, по целому ряду актуальных вопросов. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Вам спасибо, вы мне поднимаете настроение, а мне это сейчас нужно. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...